итак ребят как я обещал вчера у нас сегодня будет челлендж выставили мы как бы на соревнование два прибора ванквиш и deus за deus сам паша достаточно опытный комрад там ребята квадрокоптер готовить хотим полетать посмотреть поснимать сверху в общем день начался и вышли мы вот на такую распашку видите распашечка свежая вдали трактор ходит ребята друг взлетел друг взлетел вон он красавчик сильный ветер но держит держит за камерой дрона павел игрушка для взрослых очень дорогая тем что игрушка стоит более 150 тысяч да ребята не каждый себе блогер позволит такие штуки вот так что ладно счастливого полета и красивых кадров под катушку где он вон он красавчик жужжит жужжалка чё почти вроде держит до ветер как я обещал вчера у нас сегодня будет челлендж выставили мы как бы на соревнование два прибора ванквиш и deus ребят я мало знаком с местными пацанами но ильнура я уже знаю находки находит он скромно ничего не показывает ничего но когда вон оттуда он шел целенаправленно широко расставленными руками знаете это значит не просто хухры мухры чё-то там вкусно чё-то там интересно а ребята это такой же крестик как у меня мяты только мелкого размера ну да серебро это приятно сломается думаю что до греть надо греть я тоже свой не трогал хотя латунь я выпрямляю земли вытаскиваешь они поддаются потом высыхают вот вот женьки клоят паша подгон сделал теперь его не подгон но главное правильно стать в очередь да это точно я в счет не вхожу ребята в счет она не идет значит туда идем подошел снова deus и вы уже понимаете что deus вырвался вперед вырвался вперед вот этой трешкой буду снимать все сигналы которые я имею дух будут двигать наш счет трешкой 30 36 до 36 годом вырвался вперед 32 но я вам хочу сказать что вам лишь на полях на распашках именно на распашках когда крупная такая грубая вспашка не очень себя хорошо чувствует он хорошо чувствует вот на таких вот вот так что еще время будет мы конечно пошел догоним и перегоним но это чуть позже когда отправимся в деревню в деревне мы deus а то то сделаем ну конечно и ну чё ребят это шутка конечно с орган то что ванишь победит deus а но это знаете ну один из десяти шансы конечно низкие не надо сравнивать профессиональный прибор с переходным прибором а начинающим но за такие деньги я считаю прибор достойный ладно гнали гнали дальше ты горит 94 четки под углом 95 четки девину копири на держи а ванюш чербе покажи иди-ка видим ли вообще-то сигнальчик 24 25 26 бегает забавайте это находка ребята павла так что если это шикарно чего-то ваша отрывается будет 64 что чуть меня выкопал воду ну ладно пинпоинтер нету ручную а так интересно в руке да можно учесть классные ребята это знак химоборона да а соавиахим ваги верни чё там а там к сожалению крутилочки не у меня кстати 2 в тяжелом металле ребят тяжелом металл это первый дает почти класс ну до 64 в отрыв пожар 2 не считается класс 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 а в руках у меня значок осао и ахим общество содействия обороны авиационному и химическому строительству с ссср организация существует с 1927 по 1948 год впоследствии сав первым значком осао хима назывался крепи обороны с ссср второй вышедший в этой период нагрудной знак более сложного дизайна последующие выпуски делятся на три группы членский выдавался членом уах наградной вручался за особые заслуги тематические выпускались в честь значимых событий юбилеи и так далее наш знак является членским учрежден в конце 1927 года давайте разберем два других знака вдруг он попадется вам или нам нагрудные первой награды общества стал знак активист учрежден 1928 им отмечались члены партии и комсомола военнослужащие председатель ячеек вторую наиболее значимую награду знак готова и пвх утвердили в 1935 году вручался за отлично сдавшие нормы по теории и практики в таком виде знак просуществовал до 1939 затем был видоизменен убрали подвеску в 1948 году общество расформировали создав на его основе три новых ДОСРМ ДОССАФ и ДОСФЛОП в 1951 году снова объединили в одно ДОССАФ вот такая история нашего знака надеюсь вам понравилась история и поддержите видео лайком ну а у нас состязание металлоискателей продолжаем ся возвращаемся на коп ребят распашка осуществляется за трактором куча воронов собирают чё похавать и мы тоже за трактором ходим и вот кирюх вот походил по туда за трактором и одна из монет просто-напросто вывалилась двушка николаевская они же такое там тоже за трактором да это не двушка и трешка для советим здесь копеек щитовик копейка 37 вот так что идем как вороны тоже за трактором дракторюшка ребят подошел к жене заснять вот на камушке монетка дайте ответа отойду нет у нас николаевский пятак он затерт нет и так размер такой николаевский пятак сейчас ребят немножко свяжу у меня все стерильно чьи рождений вдвоем употребляли у нас все стерильно так год к сожалению сказать не могу 1800 какой-то добьюсь я года 1869 да но на ушат на пятак 1869 александровский пойдет пойдет здесь бодренько здесь хреновенько дальше у у него еще ребята сапу . вот такая вот это у нас ну не знаю я предполагаю что от шпоры причем шпора не из монеты дальше двушка 1 1 2 1 2 год какой же он 909 1909 да ну как-то так ребята скромненько но не пустенько идем трактор у нас он едет он по той стороне идет распашки не фундамент здесь вот здесь вот да все поднял ребята вот в этом месте сигнал красивый его ногой ковыряю швыряю и он там где-то продолжается но уже где-то на поверхности да вот на и наконец это первая монета у меня сегодня царская да еще какая у ой 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 ребятушки это у нас полушка вот это да полушечка год 1730 до 1730 анна ивановна а сохран ой хорош хорош сохран вообще ништяк первый царь сегодня тогда 66 мы с пашей выровнялись итак ребят у нас небольшой перекус еще камрада приехали вот и хочу пока предварительно сделать итоги счет был 66 что у нас нового появилась так так это лабуда так 566 две пуговки гирьки значит 76 и 86 ваша пока лидер ребята почему я останавливаюсь сейчас челлендж из-за того что паша пойдет пошурпить вот такие вот находки пока получается 86 до счет вот челлендж конечно продолжится но уже в другом я думаю месте место будет шикарная где мы в прошлый раз за два часа на бомбили много-много монет так что ладно желаете нам удачи особенно паши сейчас будет разрабатывать шуф если там вкусняхи будет мы вернемся к нему так что погнали очень надеемся что там будет очень интересно будет будет не зря не зря он там стоит я паша сказал что шурф фундамент перспективный вот он сейчас хочу хочет его попробовать и ребят блудный сын возвращается жужжалка ну-ка посмотрим как мы мы прям на базу пошива все-таки надо и и и и и и и и и Ветер свинный, ребята, видите, да? По травке вы видите, как трава, трава, кавычка, ветер свинный и в камере слышно. Приземлился наш родной сын. Идем копать, идем, все, хватит играться во взрослые игрушки. Надо челлендж. Да, Паша? Я довольный. Довольный. Выигрался. Выигрался вдоволь. Там надо запикать последнее слово. Но игралось. Классно, да. Какая игруха. Ребята, игруха? DJI Phantom 4 Pro. Стоимость какой-нибудь нашей вазовской машины. Да, вот эта штука. Да, мне суждено такое иметь. Ребята, покидают наши края холодные. Вот это. Не знаю, увидим, нет? Где они тут у меня летят-то? Не вижу нифига. Где, 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 где? Не вижу. Ну, короче, вот, вот они красавцы летят. Клином. И здесь вот тоже слева. Короче, полетели птички наши на юг. И в Жанне встречайте. А вон там трактор идет, и за ними вороны. Много воронов. Я думал, они клюют там зерно, чем-нибудь такое. Нет. Они, ребята, вылавливают там мышей. Полевых мышей. Хищные птицы. Это я видел прямо перед носом. Мышка побежала. Ворон сам царап и улетел. Вон, видите, ворон сел. Там я проходил, там мышь плугом была разрезана. Ладно. Погнали. Ну что, всем добрый день. Наш челлендж с Александром продолжается. Деус против Ваниша. И я сделал очередную находочку. Вот она. Еще не чистил, как видим. Мы видим у нас совет. По размеру это у нас трешка. Год, по-моему, 35-й герб. Уже новый. Год. Или 35-й. Нет, 35-й. Все. В зачет Хабарницу. Вот такая монетка. Прямо трактор вспахал только что поле. Мы потихоньку собираем Хабар. Вот так вот. Зачет. Зачет. Так, значит, так мы продолжаем. У нас очередная монета. Шли мимо. Зацепили. Вроде как толстенькая. Непонятно, но однозначно царь. Вот что это у нас. Есть. Размеру денежка. Закисшее. Белое. Будем разбираться. Ладно, в лагерь придем. Посмотрим. Помоем. Потихоньку соревнования движутся. Что Александр Медович, тоже не знаем. Он отдельно это все снимал. Все в дальнейшем мы увидим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, ребят, всем привет еще раз. Челлендж у нас сели, и вы уже, наверное, видите, да? У нас там вот такая вот вещь. Это царский пятак. Александр Николаевский формат. Год, год, он затертый. Даже, наверное, вот так вот, что-то. Очень понятно. 72-й, 1872-й. Ладно, пойдет. Все. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, ну что, подошли мы к машине уже, как бы, это самое, на перекур. Немножко. Сейчас будем ходить везде по склону. Вот. И Паша еще вот две фонари он не взял. И вот еще две. То есть счет сейчас получается у нас 14-11. А, стоишь 16-11. 14-11. Было 10-14. Да, значит, есть из конины. А, да, конинку покажи еще. Вот, это получается 14-11. Плюс, ребят, зачтем вот такую находку тоже в разряд. В счет. Получается 15-11, да? 15-11. Ну, красавчик. Я не ожидал другого результата. Но еще не вечер. Да? Не двори вечера, но еще не закончим. У нас еще Кирюха без камеры. Я не снимаю, что он там нашел. Смотрите, у него целая хабарница, блин. Монет куча, всякое-всякое его будет там. Да ты, хорошая. Это у тебя-то курчит? Да. Ни хрена, ты кушать, наверное, хочешь? Вот так-то есть, блин, это самое детское питание, еб-той. Ребят, не поверите, чем он завтракал. Он завтракал шоколадными шариками с молоком. Я хотел заснять это мероприятие, но не успел. Вот бодрый пятачок 31-го. Трешечка, двушечка. Двушечка, 1875-й год. Ну, в принципе, нормально. С этого места он две поднял, да? Да. Пойдет. Женя тут решил развалиться на пеночке. Что у него тут интересное? Пломбочка интересная. Внутри должна быть, должен быть крест. Внутри должен быть крест, не знаю, будет, нет. Интересная пломба. Что здесь? Пятачок. Двушка. 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 Ну, вот колечко, ребята. Я колечко вам не показывал. В белом металле. И инициалы. Буква К. Катя, что ли? Катя, Екатерина таскала эту фигню. А зачем, Жень, тут такую хрень собираешь? Ну, я просто тебе с пользой за голосом. Афигня. Копеечку поизвращались. Гирьку ты тоже не попадаешь. А, да, гирька, смотрите. У меня гирька, ребята, есть такая же большая, но у него целая. Вот такая сиська. Прям сиси-сиси, смотрите, классно. Какая-то тоже гирька может была? Тоже гирька может была. Ну, да, это тоже гирька. Я такую гирьку в первый раз вижу. Нифига себе. Очень интересный, разновид. Гирьки я такую не видел. Класс. Ладно. Итак, ребят, ну что, вечер, ночь. Мы решили немножко перекусить, но челлендж будет еще продолжаться, да? Пока у нас лидирует Деус со счетом 15-11. Ну, это такой результат и должен быть. Но Деус немножко, я думал, побольше будет. Ваня же не уступает, но Деус молодец. В общем, к нам вечерком присоединился сейчас Эльнур. Хозяин этой деревни. И благодаря ему мы здесь немножко царьков покопали. И он приехал опять не с пустыми руками. Мы гости, и Эльнур опять нас не хочет отпускать домой в Самару без подарков. Эльнур, что ты там приготовил нам? Женьке, как тоже гостью, тоже сейчас перепадет. Что именно, мы пока не знаем. От Паши слышали край муха, что Эльнур приедет и привезет какие-то подарки. Вот сейчас посмотрим. Ну, неправильно, как называется? Жетон или знак? О, ребята, Москва, СССР, в память первый сельхоз, куст, пром, выставки СССР, 1925 год. Нифига себе. 23-й. Я не знаю, видно вам, нет. Вообще огонь. Вообще бомба. Я информацию, которую найду, что за знак, конечно, исторический факт, я прикреплю. Их два. Держи. Держи. Твой. И такой же у меня, ребята. Вообще красавчик. Прошлый раз я с рублем уехал Николая. Тоже Эльнур подогнал. Красавчик. И вот сегодня такое ощущение, как будто знал, что я люблю металлопластику. Особенно в тяжелом металле. Вообще огонь. Ну и, ребята, ответочка от меня тоже должна, от Самарчан, от меня, от Женьки. Тоже хочется, чтобы Эльнур немножко был счастливым. А куда я это все делал? А, вот нашел. Где-то здесь. Так, затерялся. Она маленькая такая. Нужно найти. Ешкин кот. А, вот. Ну, от нашего сообщества. Логотип. Нашивка на липучке. Ну и, думаю, в следующий раз он ее приклеит. Ну и, ребята. Тьфу ты, блин. Не туда встал. Где он, блин? А? Потерял, что ли? Как можно потерять вот такую крупную серебряную монету. Надеюсь, у тебя нет ее. Такой нет. Нету? Теперь будет. Серебро. Девятьсотые пробы. Кладовая. Это некопанная, грубо говоря, без всяких наростов была. Она кладовая. Видишь, на ней ни царапин, ни сколов, ничего. На некоторых монетах даже где-то там имеется штемпельный блеск. Знаешь, что такое, да? Держи. Большой рахмат. Большой рахмат. Большой рахмат. Рахмат. Спасибо. Ребят, я скоро буду татарином. Рахмат. Спасибо, что нас приютили. Итак, ребят, закончился наш выход. Покопали мы сегодня, вчера неплохо. По находкам все находится на бампере. Конечно, сейчас посмотрим, что, как, зачем и почему. Интересно. Вот, так что... А я что сказал, на бампере? Ну, ребята, я механик. Ешкин ходж. В общем, Женька у нас до сих пор копает. Он у нас, что-то у него открылось второе дыхание. Мы же все сдохли. Сейчас обзор находок и поедем отсыпаться. Завтра поедем домой в Самару. Вот, огромное спасибо еще раз хочу сказать Казани. Вот, это последние мои слова. Потом все видео закончится. Вот, ну, хочу еще раз сказать всем пацанам спасибо. Особенно Паше, который все обустроил, все классно, прям все понравилось от души. Вот. Затем у нас присоединился Эльнур. Затем у нас Кирюха компанию создал. Вообще классные пацаны от души. Просто приятно. Поедем, конечно же, мы с подарками. Вот. Женька получил подарочек. Я подарочек. Вкусные подарки. Ну, и пацанам тоже мы немножко обменялись любезностями. Ну, а сейчас, пацаны, находки, которые мы сделали за две ночи и за три дня. Ну, а по находкам, ребята, все били выбиты. Да, пацаны? Сколько вы били эти места? Уже сколько? Год-два. Два года били. Некоторые поля, говорят, 10 лет бились, да? Некоторые поля, да, поля там прям лет 10. Ну, даже больше, наверное, точно. Ну, 10 то, что мы знаем. Ребята, это вот все сбитых мест. Смотрите, какое количество находок. Это битые места. Битые. Монет, конечно, маловато. Крестов в изобилии. Ну, и различная сопутка. Все комментировать не буду. Отмечу только более приятные находки. Это, например, пятачок. 1869 год. Затертый. Ну, просто крупная медь на битом месте. Это хороший результат. Двушка, 24. Пятак, 48. Копеечки, советики. Ничего интересного. Вот такая пломбочка интересная. Внутри пломбочки должен быть крест. Не знаю, сейчас его не видно, но крест должен быть. Затем вот такой перстенек с инициалами. Буквка К. Женский, жалко, поломанный. Но это древнятина и еще та. Вот такая первый раз я встретил пуговка-гирька. У меня таких нету. Вот. Крестов, ребята, в изобилии вообще. Вот крест. И там вот, смотрите, сколько крестов. Офигеть. Вот крестов полно. Дальше. Самовар. Половина самовара почти собрали. Очень красивая вещица. Хочу сказать, что вот эти вещи достаточно интересны тем, что всегда, всегда находится на такие вещи покупатель. Так что, если вы встречаете, не выкидывайте. Особенно не сдавайте в металлолом. Дальше. Вот такой утюжок манжетный, маленький. Дальше. Что у нас было еще вкусное? Вкусное. Вот такая вот. Это одна из лучших монет сегодня. Я имею в виду по сохрану. Рельеф очень высокий. Не знаю, в темноте видно нет. Но рельеф очень. Орел. Смотрите, какой орел, а. Все перышки видно. Все. Да, все эти видно. Прямо все-все-все. Будет шикарно вообще. Вообще зачетно. В мыло закинуть, и она отойдет очень хорошо. Еще одна была приятная. Причем это у одного и того же человека. Вот. Угадайте, какой прибор у него. Напишите в комментарии. Вот такая двушка. Две копейки. 1832 год или 33-й. Это масонская. Знаете, почему их называют масонские? Потому что орел у него с крылья опущены вниз. Это масонский орел. Хотя, кто-то говорит, но этот Александр, он был против масона и боролся с масоном. Но почему-то орла прозвали масонским. Когда вот такую штуку я откопал, ребята, когда в земле она появилась вот так вот, у меня прям, знаете, что-то где-то зажужжало. Я мечтаю найти такую вещь. А в частности, это ополченческий крест. Вот. Я думал, что это он. Но когда я перевернул, увидел вот такую толстую балду, и все. Зажужжание в одном месте прекратилось. Это просто конина. Дальше. Что тут интересного? Конечно же, вот такая вкусняха. Сохран просто шикарный. Это полушка. 1737. Дальше, что у нас вкусное было. Два серебряных здесь креста. Смотрите, как земля-матушка их помяла. Да еще, наверное, плуг помог. Вот такие два серебряных креста убитых. И вот такой вот шикарный красавец. Вот он. Это самая первая находка, которая у нас выскочила. Отыскал ее Павел. Когда первая находка такая, лазит, думаешь, все, сейчас попрет, и такие вкусняхи будут каждый выброс. Но этот фундамент никак не выстрелил. Не особо. Крестов полно. Полно крестов. По монетам, конечно же, Лиза. Копейка, да, или деньга? Скорее всего, копейка. С коником. С коником. Так, что? Ну, что? Конечно же, еще. Вот такая вот. Любой, наверное, коллекционер пуговок захочет такую в коллекцию. Но у Паши она уже есть. Смотрите, какая. В позолоте. И причем на пуговку приклеивается вот такая вот эмблема землемера. Историю пуговки и землемера вы уже знаете. изготовитель изготовитель там есть. И металлопластик еще одна была из разряда советской эпохи. Вот такой вот знак. РХБЗ. У меня видео, где я реставрировал такой знак и получилась конфетка. Я думаю, у Паши будет не хуже. Да, Паши? Вот. Посопутки, конечно, очень много. Кстати, вот такой вот еще есть. Если кто не знает, это у нас патрон был когда-то в свое время. Цифра должна быть на донышке. в данном случае цифра 7. И надпись ТОРБОК. ТОРБОК, ребят. Это один из первых патронов, которые использовались в наганах. И наганы выдавались именно полицаем. Это шпилечный патрон. Кому интересна история такого экземпляра, у меня видео об истории есть. Так, что еще можно определить и показать вам? Ну, сопутка, ребята. Вот такая сопутка. Всякая красивая. От самоваров конины разные всякие предметы быта. Это у нас шило-игла. Вот. В принципе, получилось как-то... Ну, я хочу сказать, ребята, кучеряво, да? Неплохо. Конечно, мечталось у нас найти хотя бы клад один. Но без клада у нас сегодня опять получилось. Но все равно. Ну, сами собрали. Да, сами. Ну, все. Всем, ребята, до новых встреч с пацанами. Все. Пока-пока-пока. Казань. Все, счастливо. Спасибо. А Женьку оставляем там. Где-то, где-то вон там. Вон там, в Казани, ему что-то понравилось. Деду, по-бару. Все, ребята, пока. До новых встреч на КОПе. Итак, ребята, на этом наша экскурсия и наш КОП состоялся. Отправляемся в путь, дорогу, домой. 400 километров. Отдохнули? Нормально. Откопали? Шикарно. Семья, самое главное, довольна. Ну, а теперь, что? Посмотрели до конца? Палец к веху за трудосторания? Ну, и посещайте этот красивый город Казань. Ну, а мы едем домой. Что интересного у нас еще будет? В ПС, как говорится, вы увидите. На этом и все. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова